Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Avensis 2007 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 226 тысяч километров. Заменю на нем подушку двигателя со стороны ГРМ. В предыдущем видео, где там снимал, показывал, как вибрация с нее идет. Заказали новую, неоригинальную, фирмы RBI. Ее и установим. Открываю капот. Открыл капот. Снимаю вот эту часть накладки под капотом пластиковой. Клипсы сдергиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГРУТ ЗАГРальный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГРУТ ЗАГРА. oraинأ. Не хотел эту клипсу снимать, а её снимать надо. Уронил часть клипсы. Так, ну что, у нас подушка, вот она. И чтобы её снять, сейчас снимем расширительный бачок, уберём в сторону и поднимем бачок ГУРа тоже в сторону. Отодвинем его, головка на 10. Здесь у нас снизу сзади фиксатор, его отжимаем и бачок вверх приподнимаем. Так, шланги здесь подзадубили шланги, сильно двигать не будем. Снизу поддомкрачиваю немножко двигатель, приподнимаю его, домкрат ставлю. Домкрат поставил, немножко приподнимаю. Вот, видно, двигатель чуть-чуть приподнялся. Теперь освещение добавлю, откручиваю верхние болты к креплению кронштейна. Освещение добавил. Единственное, я снизу, когда поднял автомобиль, снизу, вот с этого кронштейна, открутил одну гайку. Потому что здесь сверху вот два болта к кронштейну прикручено, а вниз уходит шпилька и там ещё одна гайка, головка на 14. Сейчас верхнюю часть кронштейна сниму и покажу, про какую шпильку я говорю. Здесь получается два болта на 14 и на подушке один болт на 17. Выкручиваем. Сейчас попутно ещё подкручиваем кронштейны, потому что будут мешать трубке. Бахлейкула. Гланица. Гланицы. Гланица. Глана. Угéri. Гланица. Вот одна гайка. Болт. И вот этот болт. Пробую поднять кронштейн. Здесь трубка гура мешает. Хотя, хотя... Сейчас попробую подушку сюда немножко вперед выдвину. Поиграюсь. Двигатель в принципе можно чуть-чуть пока приотпустить. Также еще три болта головка на 14 откручиваю саму подушку. Показать. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ И третий болт Что-то резьба мне не нравится на нём Как потянутая Откручу вот эти кронстейны Вот здесь Теперь подниму двигатель повыше Быстрее всего Сейчас если трубка Гура Даст вытащить подушку Какая-то трубка к подушке зацеплена Сейчас на новой подушке посмотрю Подушка как и сказал фирмы RBI Номер по RBI T10W11R Оригинальная 1230528120 Вот такая подушка Она идёт Гели наполненные Вот три болта Которые я открутил А вот кронштейн Там ключик на 10 Что-то прикручено Сейчас подлажу Откручиваю Хоть и неудобно Но открутить нужно Да конечно Придумали Вот отсюда если посмотреть Вот он Ключ И вот он болт Трещоточный ключ отдел Болт этот смог Выкрутить А вот Так Сейчас что-то уроню Так Это ключ Вытащил Сейчас болт вытащу И болт вкрутили Длинный Зачем он такой нужен Я устал его выкручивать Вот такой вот длинный болт Это Кронштейн Трубок Гура К кронштейну Подушки Ну к самой подушке Прикручен Зачем Не знаю Всё Подушка Задышала Сейчас попробую Её Вытащить Так Двигатель Чуть-чуть повыше Так О Подушка Зашевелилась Так Крышку Подушка лежала Разбила Резиновую Горьба Турбок Турбок Висок Турбок ПОТУ БОТУ Затем выудил я ее выводим здесь не поймешь если проткнуть наверное потечет ну вот видно все лежало и давило сейчас новой сравним да здесь гель пробежал если я проткну оттуда жидкость потечет нового такая и вот насколько она выше проткну для интереса проткнул называется вот она жидкость где гель брызнула ну это конечно я протыкать не буду проверять есть там нет но здесь новой жидкости нету когда прорывается мембрана то это жидкость сюда перетекает так она втянута а потом она наполняется видели там болталась устанавливаю на место сейчас резьбу лонжеронах смажу графит очкой и болты тоже смажем резьбы и болты я смазал устанавливаю на место новую подушку наживляю болты мало кто-то будем там и вот 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 И также третий болт, который у нас сзади неудобный, сейчас его надо ровно наживить. Для этого надо отпустить кронштейн. Эту верхнюю чашку, раздавленную, я на место ложу, потому что ей все равно нужно там быть. Вот так вот все я поставил. А теперь кронштейн опускаю вниз. Все, кронштейн опустил. Вставляю болт. Все, наживил. Я там не показываю, потому что там просто трубки, когда выкручивал болт, видно было все закрыто. Так, беру, прикручиваю теперь саму подушку. Добавляю. Кукуруза. Добавляю. Кукуруза. Мясо. Сверху. Мясо. 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 КОНЕЦ Подушку прикрутил. Теперь наживляю болты. Заваляю гайку. Нижнюю гайку потом подниму, снизу закручу. Сразу затягиваю. Здесь шпилька, поэтому головка углиненная нужна. Этот болт подкручиваю и опускаю двигатель. Опускаю двигатель. Заваляю гайку. 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 Прикрутил. А теперь остается самое классное. Классно. Вкрутить болт крепления кронштейна к подушке. Но этот болт я вкручивать не буду. Он длинный. Я сейчас подберу короче. И буду пытаться это сделать. Думаю, что получится. А там уже покажу. Ну что, я закрутил болт. Конечно, танцы с бубнами неудобно. Измусолил всю перчатку. Здесь края острые. Итак, сейчас покажу, как я ее победил. Победил ключ у меня там висит. Я его еще не снял. Монтажка. В ключ вставил пакетик. Воткнул болтик, чтобы он не выпадал. Трещоточный ключ. Его одел на отверстие. И вот монтажкой ловил. И наживлял. В итоге я его наживил и прикрутил. Если посмотреть. Сейчас. Вот, представляете, как там все это ловить. Вот он. Болт. Сейчас я ключ сниму. Вытащу магнитом. Вот он ключик. Видите, полиэтиленовый пакетик оторвал. Сюда болт защелкнул. И он уже не выскакивал. И закрутил. Держал ключ. Прижимал. И вот здесь вот сбоку крутил. Процесс не быстрый, поэтому я этого всего не показал. Но, тем не менее, трубки прикручены. Теперь здесь не болтается. Осталось только поставить вот эти на место. Кронстрины прикрутить. И бачки защелкнуть. Наживляю обе гаечки. Защелкиваю бачок. Так, одеваю расширительный бачок. Снизу направляющая. И наживляю болт. Все, бачки на месте. Сейчас поднимаю автомобиль. И снизу гаечку закручиваю. Поднял автомобиль. Сейчас покажу, где. Вот если посмотреть. Вон блестит. На кронштейне. От гайки след. Гайку туда закручиваю. И затягиваю. Опускаю автомобиль. И попробуем завести. Послушать, как будет работать. Гайку затянул. Крышку закрываю. Крышку закрываю. Попробуем завести. Попробуем завести. Попробуем завести. В предыдущем видео, где я подушку проверял на этом автомобиле. Слышно было хорошо, какая вибрация была. Сейчас можно будет послушать, какая после замены подушки. Да, двигатель холодный. Но того рева, который был, нет. Там было жгу. Даже на холодную передачу, если включить. Нету ничего. Вот так одна подушка играет роль. А прогреется. Будет еще мягче. Но по идее, на таком пробеге, на таком возрасте, надо уже брать все подушки, менять. Они просто устают со временем. На этом замену подушки со стороны ГРМ я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. На телеграм-канал. И на Яндекс.Дзен. Все ссылки в описании под видео. Вот эти обороты понижаются. Вибрации практически нет. Всего вам доброго.